Привет, друзья! С вами канал Maros Live и сегодня я хочу поговорить о рабочей карте, потому как предыдущее видео о том, как не потерять саму рабочую карту, вызвало много вопросов в ваших комментариях. Началась такая неразбериха. Многие люди не понимают вообще, что такое рабочая карта, что есть разрешение на работу, это отдельный документ, а сама рабочая карта это другой тип документа. Поэтому сегодня будем разбирать, что такое рабочая карта в Чехии или по-другому карточка сотрудника. Карточка сотрудника это долгосрочный вид на жительство с целью трудоустройства. Она выдается для всех видов занятости, дает право находиться в Чехии больше трех месяцев, дает право работать у работодателя на работе, на которую была выдана рабочая карта, или работать на должности, утвержденной Департаментом политики убежища иммиграции Министерства внутренних дел, другими словами ОАМПом. В большинстве случаев это должна быть работа, включенная в центральный реестр вакансий, доступных для держателей карточек сотрудников. Ссылочку на этот реестр я вам оставлю под видео, поэтому заходите в описание вот здесь, посмотрите, там именно поиск вакансий для иностранцев с рабочей картой. Это очень важно, ребят. Есть, ребят, два вида карточек, всего лишь два, запомните. Значит, первое, это дуальная карта, второе, это не дуальная. Что такое дуальная? Дуальная, то есть, дает право на проживание, это ВНЖ, то есть, вид на жительство. И второй пункт одновременно дает работу, это дуальная. То есть, не надо путать, что это одна карточка, других не существует, и то, что кто-то там из вас знал об этом, не знал, не означает, что их не существует. Всю информацию я беру с сайта МВД Чехии, можете заходить, тоже ссылочку оставлю. Смотрите, листайте, доказывайте, что хотите делать, решение за вами. Вторая карточка, это обычная заместанская карта, она дает право только на проживание в Чехии. Она так и называется, заместанская карта, но он дуал. То есть, это воссоединение семьи по пребыванию, выдается такая же карточка, как и рабочая, только на ней указывается, что она предназначена для поволоней к побыту, то есть, разрешение к проживанию. И там есть сносочка пункт, но сейчас я вот заметил, что в новых образцах карт, когда мы делали продление у нашего ребенка, вот уже пребывание по воссоединению семьи, и у него указано в самой карточке номерок и возможность работы, то есть, что можно работать. Ну, естественно, на работу никто не уйдет, потому что она еще маленькая, но сам факт, что это все выдается и подчеркивается на этой карточке. Вот, так что, ребят, еще раз, два вида карточки, дуальная и недуальная. Дуальная, это с возможностью работы, недуальная, это просто карточка, которая дает возможность пребывания в Чехии, там студенты, воссоединение семьи и так дальше. Разбираем дальше, кто может подать заявку на рабочую карту. Первое, это тот человек, который является гражданином третьих стран. То есть, гражданин третьих стран, вы все знаете, это, как правило, СНГ, Казахстан, Вьетнам, Филиппины и так дальше. То есть, очень много стран, большой там перечень, большой список, куда нужно обращаться. Есть, опять же, два варианта. Для меня, честно, один из вариантов стал открытием. Почему? Потому что ходили слухи и была информация, что много людей получали рабочие карты, уже находясь здесь по трехмесячным визам, без выезда в Украину. Есть такой вариант, я, честно, его не знаю. Он считается, как бы, полуофициальным. Но, опять же, это не то, что там, я так хочу. Я знаю мало таких людей, которые так делали, и это какие-то схемы нужны, какие-то манипуляции происходить, чтобы так все сделать, прокрутить. Там за это берут большие деньжища, опять же, это все прокручивает, как правило, агентуры. Но я не знаю, честно, как это все происходит. Поэтому меня можете не спрашивать, у кого есть опыт, делитесь в комментариях. Я без понятия. Знаю один единственный вариант, проверенный это в посольстве в стране происхождения. То есть, Украина, Украина, Россия, Россия, Беларусь, Казахстан и так дальше. То есть, если вы являетесь гражданином государства, указанного в определенном постановлении, то есть, у Чехии есть определенное постановление, в каких посольствах можно делать эти подачи, то вы можете подать заявление в этом государстве. Всегда необходимо назначать дату заранее, так что будьте осторожны, что подача заявок ограничена введением квот в некоторых странах. Ну и как вы знаете, в Украине есть квоты тоже. Она самая большая по странам СНГ, почти 40 тысяч квот. Если не ошибаюсь, в других странах намного меньше. Поэтому есть возможность, подаетесь по квотам. Идем дальше. Второй же случай, это можно сделать в департаменте убежища иммиграционной политики, Министерство внутренних дел. То есть, если вы проживаете в Чешской республике на основании визы на срок более 90 дней, но, внимание, на территории из долгосрочной визы для сезонной работы, то есть она выдаёт, как правило, на 6 месяцев, то по этой визе можно сделать подачу на рабочую карту. Я, честно, не знаю, как это выглядит, всё на практике. То есть, эта теория, она существует, она указана на сайте МВД Чехии. Как реально на практике всё выглядит, я не знаю, ребят. Переходим дальше. По состоянию на 31 июля 2019 года в закон были введены 3 разные программы трудовой миграции. Если помните, опять же, кто ещё только подписался на наш канал, посмотрите, я рассказывал об этом ещё ранее, что была программа «Режим Украина» закрыта. Теперь есть 3 разных программы. С помощью этих программ можно подавать заявление на получение карты сотрудника в посольствах Чешской Республики. В программе сначала должен быть чешский работодатель, который заинтересован в приёме на работу мигрантов, если он соответствует условиям и также имеет вакансию в бюро по трудоустройству. Тогда можно договориться с конкретным сотрудником, подписать с ним предварительный договор, попросить посольство определить срок подачи заявления на выдачу карты сотрудника. После этого посольство свяжется с этим человеком, который заинтересован в выдаче карточки сотрудника, и сообщит, когда сможет этот человек подать своё заявление. То есть вот так вот работает эта программа. Какие программы, ребят? Значит, 3 программы. Первая – это квалифицированный сотрудник. Программа квалифицированного сотрудника, как указано на сайте МВД Чехии – это программа для высококвалифицированных рабочих мест. То есть это слесари, это мастера и так дальше. Сюда же относятся и члены семьи, которые могут подавать заявление на длосрочное проживание с целью воссоединения семьи, но только после получения трудовой карты. То есть если кто-то один получает рабочую карту в семье, например, муж, то через 6 месяцев только можно потом сделать воссоединение семьи по этой программе. То есть внимательно, это немаловажный фактор. Ну и для кого это всё предназначено? Только для граждан следующих стран. Беларусь, Черногория, Индия, Филиппины, Казахстан, Молдова, Монголия, Сербия, Украина. Это программа квалифицированного сотрудника. Следующая программа – это ключевой и научный персонал. Здесь применяется это всё только к сотрудникам крупных транснациональных инвесторов или стартапов. Возможность подачи заявления вместе с членами семьи. То есть кто спрашивал, что можно ли подать новосоединение вместе, вот здесь, ребят, можно в программе ключевой и научный персонал можно подавать вместе с семьёй. Дальше. Программа устанавливает необходимую квалификацию. Тоже есть там свои нюансы. Третье. Программа высококвалифицированных сотрудников. Программа распространяется на все должности, требующие более высокой квалификации. Возможность подачи заявлений, опять же, вместе с членами семьи. И программа устанавливает, опять же, необходимую квалификацию. Всё это есть, ребят, на сайте посольства Чехии, в Украине, в России, в Белоруссии. Только изучайте, пожалуйста. Много информации, вы задаёте постоянно вопросы, как то называется, как это называется. Ну, ребят, честно. Во-первых, рассказываю всё в видео. Невнимательно смотрите. Это, честно, обидно очень сильно, потому что информации миллион, она вся открыта, а вам леньки даже просто прочитать. Ну, для начала леньки посмотреть просто видео, а потом уже лень это всё зайти и почитать в интернете. Потому что все информации и ресурсы беру я сам же оттуда. Поэтому, пожалуйста, кому это важно, заходите. Смотрите, не нужно надеяться на то, что вот сейчас всё решение, всё найдёте вы в Ютубе, либо там на каком-то форуме. Надо чуть-чуть, как бы, включаться. Переходим к следующему пункту. Это условия выдачи рабочей карты. Значит, есть общие требования. Эти требования относятся к обеим типам карт. То есть, всегда нужна заполненная форма. Это анкета зелёная, она там чёрная, там идёт и виза, и сама анкета на рабочую карту. Я не знаю сейчас, как на визу сразу делается чёрная или не делается. Мы делали ещё в 19-м году. Сейчас, возможно, всё изменилось. Дальше. Заграничный паспорт. Третий. Это подтверждение проживания, то есть договор аренды или подтверждение проживания общежития, там бытовни и так дальше. Одна фотография. Четвёртый пункт. И пятый пункт. Это доказательство наличия туристической медицинской страховки. Ну и потребование. Это справка о несудимости. Подтверждение признания вашего иностранного образования компетентным органом Чешской Республики. Это дипломы ваши переведённые. Иногда бывает зависимость, на какую работу вы идёте. Это медицинское заключение о том, что вы не страдаете серьёзными заболеваниями. Оказывается, и такое есть. И все документы должны быть не старше 180 дней. Это очень-очень важно. Для выдачи дуальной карты, то есть которая ещё требует работу, да, то есть это всегда должна быть работа, то есть документ о работе, указанный в центральном реестре вакансий. Центральный реестр вакансий, ещё раз повторю, кто-то может пропустил, под видео в описании, там заходите, и именно иностранцы могут искать на этом сайте себе работу. Второй, это должен быть у вас трудовой договор или трудовой договор о будущей работе, обязательно. Это для дуальной карты. Третий, это ваша ежемесячная заработная плата, то есть бумажечка, о которой будет сказано, что вам будет оплачиваться такая-то, такая-то зарплата. Она должна быть больше, чем минимальная. Потом, документ, в котором будет указано, что ваше рабочее время должно быть не меньше 15 часов в неделю. Пятый документ, это профессиональная компетентность, в частности, необходимое образование, то опять же, если запрашивает министерство, и необходимая профессиональная квалификация. То есть вот эти все пункты, вот эти все документы нужны для получения рабочей карты дуальной, то есть которая предусматривает ещё и работу, не просто пребывание, а и работу. Какой срок выдачи рабочей карты? Вопрос такой, конечно, смешной, потому что, почему смешной? Написано, что 60 дней, в особо сложных случаях 90, но, как показывает опять же практика, бывает и год, бывает и 9 месяцев, бывает и полтора года, у кого как, по-разному. Поэтому тут точной такой цифры нет. Ну, указано 60 дней минимум. Вот. И что ещё очень важно, это то, что вы можете работать со дня выдачи справки о выполнении условий выдачи карты сотрудника МВД. То есть, сейчас переходим чуть-чуть дальше и смотрим. То есть, после получения положительного решения, посольство выдаёт визу на срок более 90 дней для получения карты сотрудника. На основании этой визы можно въехать к территорию Чешской Республики и прибыть в ОАА. То есть, это департамент убежища иммиграционной политики Министерства внутренних дел Чехии. В течение трёх рабочих дней с момента въезда для сбора необходимых данных. Сейчас же эта картина чуть-чуть изменена. То есть, три дня у вас дается, они как бы остаются, но вам нужно позвонить и получить дату онлайн. Потому что сейчас всё происходит онлайн. То есть, нужно позвонить, зарегистрироваться, получить эту дату. И вот вы, в принципе, не получите никаких штрафных санкций. То есть, всё будет нормально, потому что вы выполнили это правило. Приезжаете в магистрат, это нужно сделать для того, чтобы вы сдали свою биометрию. В этот момент, ребят, также выдается и разрешение на работу, а также бланк для работодателей. То есть, вот здесь многие, может быть, забыли, когда приезжали на биометрию, сдавали пальчики, что они подписывали документы и там им выдавали документ о работе. Но, как правило, он приходит на почту через месяц после того, как вы получите рабочую карту. Может быть, раньше. Тут каждый случай индивидуальный. Это всё по-разному. В нашем случае было через месяц. Соискатель карты сотрудника обязан приступить к работе после сбора биометрических данных. А работодатель обязан выдать ему подтверждение о том, что он приступил к работе. Это очень-очень важно, ребят. Когда министерство свяжется с вами и попросит принять карту, то есть забрать её в площади, вы должны принести подтверждение от вашего работодателя о том, что вы устроились на работу. Если подтверждение не будет предоставлено, карточка сотрудника не будет выдана. И вам придётся уехать домой. То есть, ребят, опять же, эта информация указана на МВД Чехии. То есть, на сайте МВД Чехии. Как реально на практике, это всё понимаешь, что по-другому может быть. Может быть, никто там не выдаёт никаких подтверждений. То есть, приехали, получили, забрали. Может быть, работодатель онлайн как-то отправляет там по почте. И вообще это не касается никаких сотрудников. Потому что я прекрасно понимаю, что мы тоже не так всё делали, как указано здесь на сайте. Но опять же, эта информация есть. И надо придерживаться определённых правил, определённых знаний, что есть такие нюансы, есть такие моменты. Потому что, если вы там, допустим, приехали и чего-то не получили, вот как было с нашим товарищем, в итоге он не довёз ту же справку, ту же бумажечку там с увольнения, с какой-то другой работы, либо ещё что-то не получилось, в итоге не получил разрешение на работу, и всё. Работодатель проморозился, в итоге получил штраф, в итоге штрафанули агентуру, в итоге человек лишился рабочей карты и по итогу уехал домой. Всё заново. Поэтому такая вот ситуация, это очень важно. По поводу, кстати, разрешения на работу. Выглядит это вот таким вот образом. Такое вот письмецо приходит, оно состоит, как правило, с двух листов. Это если вы, допустим, поменяли работу, то здесь указывается, кто приезжал, куда, когда. Вот в моём случае это называется сделанье. Сделанье называется. Может быть разгоднути, то есть может быть разрешение. То есть решение того, что такой-то, такой-то человек, такого-то, такого-то числа выполнил такие-то, такие-то условия или не выполнил условия. То есть магистрат Министерства внутренних дел Чехии обязан просто с уведомлением прислать это письмо вам лично. И здесь указано, что такой-то, такой-то человек выполнил определённые условия, то есть выполнил все подминки ихние по смене работы. И всё. Вот эта бумажка, которая вам реально даёт разрешение на работу, и вы не должны хранить минимум три года, чтобы если вдруг какие-то моменты, нюансы, то вы просто приходите при следующей продлении карты и так дальше. Просто показываете этот документ, досылаете их в тайный марк. Понимаете? А то, что кто-то не получил, кто-то получил, кто-то не знает, где её брать, у кого искать и так дальше, это уже второй вопрос, ребят. Ну, она выдаётся всем, это бумага. Вот. Сама карточка, это да, это пластик, который вам даёт, это по сути ваш паспорт, паспорт в ЕС. То есть то, что вы в Чехии находитесь, проживаете по определённому адресу, то есть, а само разрешение, вот оно. То есть, это не выдуманные какие-то истории, это реальные документы, которые нужно хранить и знать, что они существуют, потому что без них может быть потом очень много проблем. Ну и переходим к таким случаям, как непредоставление карты сотрудника, то есть, может быть и отказано. Если ваше заявление на получение рабочей карты отклонено, то вы можете подать апелляцию в ОАМ, опять же, в течение 15 дней с даты вынесения отрицательного решения. И если у вас, опять же, запрос не удовлетворён, то тут нужно нанимать адвоката и обращаться в суд. Да, это всё, опять же, указано на сайте. Какой срок действия и возможности продления вообще рабочей карты? Срок действия рабочей карты такой же, как срок, на который вы заключили трудовой договор. То есть, первый договор, например, вы заключили на один год, карту выдадут на год. Если вы заключили на два года, карту выдадут на два года. То есть, магистрат смотрит, и чешская полиция, насколько вам работодатель даёт договор. Это важно. Максимум может дать и на пять лет, то всё равно карту сделает максимум только на два года. То есть, это максимальный срок. Но если на год, значит год. Продление рабочей карты можно сделать, подать её можно не ранее 120 дней и не позднее последнего дня до истечения рабочей карты. Это всё, опять же, рассказывал. Видео есть вот здесь. Можете смотреть, перелистывать. Информации очень много по рабочей карте. Опять же, есть целые плейлисты на нашем канале. Заходите, смотрите, изучайте. И ещё один важный пункт по поводу продления рабочей карты. Это во время принятия решения о продлении двойной, то есть, дуальной рабочей карты, то есть, которая даёт вам и работу, и пребывание. После истечения его текущего срока действия вы можете проживать и работать в Чешской Республике. То есть, на момент, когда рассматривается ваше заявление, то вы можете работать и можете жить в Чехии, потому что документы выпадали и не рассматриваются. А сроки, как правило, может быть и три месяца, и четыре, пять, шесть и так дальше. Ребят, вот такие вот моменты по рабочей карте. Я надеюсь, что это видео расставит все точки над И. Я надеюсь, вы разберётесь, те люди, кто не разобрался, что такое вообще рабочая карта, для чего она вообще нужна, что с ней вообще делать, и поймёте теперь, что такое разрешение на работу, есть оно у вас или нет его у вас, где его искать, где его запрашивать и так дальше. То есть, при смене работодателя обязательно выдаётся новое разрешение на работу, на ту работу, которую у вас зарегистрировали. На первую работу, к которой вы приехали, тоже выдаётся разрешение. Приходит письмо отдельно. Оно, как правило, приходит на месяц позже, когда вы получили рабочую карту. Опять же, говорю по своему случаю, по своему опыту. Раньше его выдать не могут, как правило. Его выдают чуть позже. Но оно приходит на тот адрес, на который вы указываете в анкете. Если адреса отличаются, либо вы уехали в какой-то другой город, сменили там работу или ещё что-то, то письмо придёт на старый адрес. Понимаете? И вот тут получается проблема, что вы сменили, например, проживание, и не знаете об этом. Никто ничего не говорит. Вам пришло письмо. Где я, на что? Полиция разбираться не будет. Вы просто получили письмо, а там оно положительное, неположительное, никто не знает. В случае моего товарища получилось неположительное письмо. То есть, получил отказ, не получил разрешение на работу. Почему там было в это письмо? Ну, а куда оно пришло, это письмо? Никто не знает. Понимаете? Потому что он уже приехал в другой город, поменял другую работу. Ну и там, соответственно, катаватся, которые никто уже не знает, что и как получилось. Поэтому будьте внимательны, будьте осведомлены, что есть такие моменты. Вы в чужой стране. Я всех призываю, кто смотрит наш канал, наши зрители, подписчики, просто мимо проходящие люди. Если вы находитесь в Чехии, по рабочим картам, по ВНЖ, пребыванию и так дальше, изучите, пожалуйста, хоть обычную стандартную матчасть по документам, которые нужны, чтобы вас никаким образом не штрафовали, не лишали этих документов и не возвращали в Украину или в другие страны, откуда вы родом. Это очень важно, ребят. Вот на такой ноте буду заканчивать. Надеюсь, все стало ясно, все стало понятно. Если что-то не ясно, пожалуйста, пишите в комментариях, делитесь своими мнениями, делитесь также этим видео, ставьте лайки, подписывайтесь, кто этого не сделал. Ну, а мы уже увидимся в следующих выпусках. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.